законодатели делают упор на слово российский технарии которые действительно уже обеспокоены тем что законодатель во многих странах как раз пытаются говорить о цифровом суверенитете как то его защищать технари уже обеспокоены что как бы не привело вот это чрезмерное регулирование к распаду привычного нам интернета и они делают как раз акцент на слове сегмент как и вы собственно вы тоже сказали что тема сегмент части тем это по факту так пока кто победит и будет ли такая битва где кто-то один останется мне вы понимаете значит есть разные сценарии развития потому что ну в некотором смысле интернет это отражение глобализации по сути ну то есть инструмент некой глобализации когда есть вот такая система все проникающие там позволяющие информацию распространять по всему миру фактически без границ каких-либо вот и с этой точки зрения конечно очень важно и это скажется на том как будет развиваться интернет это вот как соотношение глобализации с одной стороны и возрождение как бы такое ну не возрождение как бы усиление роли опять же национальных государств потому что все же от экономики зависит правда вот если сейчас говорят разные умные дяди что мир там как-то постепенно начинает распадаться на вот такие какие-то экономические зоны вот что там кластеры какие-то возникают что вот уже глобализация приостановилась но тогда база то экономическая как нас карл маркс то учится у нас же в основе экономика если есть распад мирового хозяйства на какие-то вот такие кластеры то соответственно можно предположить что интернет тоже может начать фрагментировать фрагментироваться в соответствии с этими вот появлением более самостоятельных вот этих зон экономических да вот кроме того кризис напряженность вот почему возник вопрос российском сегменте суверенном точнее интернете не российском сегменте китайский сегмент давайте про него вспомнил уже гораздо более суверенный сразу строить они так его построили ну вы понимаете что китае он вообще склонен к некой изоляции это там сотнями лет истории дурный ход да да то есть он как бы не склонен к экспансии по крайней мере не был склонен до последнего там времени вот поэтому для него естественно создавать что-то свое вот и кроме того ну там есть все таки некое вот влияние того что там есть коммунистическая партия там вроде как это страна единственная такая мощная мировая держава в которой официально говорится что они строят там социализм есть там коммунистической партии они в некотором окружении находится как бы враждебным ну это так условно по крайней мере потому что экономика то у них завязана сейчас на весь мир но смысле идеологии на как вот отделяет эту часть мира и поэтому они строились тем чтобы обеспечить контроль за вот эти информационными потоками скажем так враждебными условно да ну значит соответственно они так и построили они действительно в самом начало построили в соответствии с неким планом и поэтому она работает что касается российского сегмента то уже взять вдруг тоже сказать что надо более закрытые какую-то нет я просто вот как раз хочу сопоставить не ну мало ли что там мы все можно да но только дело в том что когда уже система создана она уже живет в этом мировом пространстве сетевом по каким-то там законам международным то перестраивать ее крайне сложно то есть здесь возникает масса всяких организационных технических проблем это в таких случаях говорят что проще сломать и построить заново как вот в бытовом понимании поэтому конечно можно но я я не считаю что это необходимо мне кажется потому что можно и так наладить как бы соответствующий контроль там и значит без изменения фундаментальных каких-то вещей но шоу что вот если сравнить с китаем но в чем разница у них скажем мало мало международных переходов они все контролируемы то есть там есть несколько считанное количество операторов там был 4 не за сколько сейчас которая имеет возможность передавать вот этот международный трафик у нас же этих переходов там сотни причем они не все документировал насколько я понимаю до сих пор вот и поэтому как вот это все делать непонятно все обрубить ходить по границе рубить камеры да например ну так условно масло оставить только игру 4 кабеля это это одно а второе у китайцев все свое есть они разработали все системы которые полностью удовлетворяют потребности потребителей собственным продуктом у нас этого как бы ну есть но частично и поэтому вот не имея полный набор если мы замыкаемся там в рамках какого такого суверенного сегмента и говорим пошли как вон отсюда значит тогда необходимо всем дать инструменты которыми они могут точно также также удобно с таким скажем комфортом пользоваться как вот имеющиеся уже отработанное ну вот хотя бы так да ну ведь есть еще одна сторона смотрите американцев было все свое есть все свое казалось бы но вдруг аккаунт президента в твиттере оказывается заблокированным навсегда вот здесь нет ли еще у государства в принципе разумных опасений за то что суверенитет государства может в общем-то ну откусить придавить немножечко вот эти транснациональной компании в интернете понимаете какое дело опять же здесь дело не в том что вот twitter такой значит взял все на всех наплевали это немножко не так просто в соединенных штатах есть тоже имеется некий раскол правильно то есть там государство оно во-первых довольно слабое в том смысле что она ни в какой экономике там не участвует и у них нет там вот в нашем понимании госкорпорации каких-то как у нас роста леком да вот пожалуйста там госкорпорация государство приказала пошел там стал что-то делать у них этого нет а с другой стороны twitter и скажем вот другие то facebook они тяготеют все где мы демократической части так сказать демократической партии и это вот как бы кусок некий общество там я не знаю экономики там чего угодно да то есть и там просто разделение если нельзя сказать что вот они заблокировали значит twitter президента и вот они пошли против правительства это немножко не так это просто одна часть с другой частью как бы борется мы видим это вот просто видим на примере этих выборов там и вообще вот всего того что там происходило там есть борьба между какими-то кусками вот такими мощными вот и поэтому twitter находится на стороне одного из кусков вот есть такое влияние политики на это абсолютно это влияние политики тут экономики никакой как бы тут нету нейтральной корпорации которые бы значит плевала там на все и сделала так как и не нравится это ерунда вызовут этого самого цукерберга и вызывали его там сена там еще куда-то и он давал как бы сказать всякие показания обещания сейчас у них там большинство демократической партии и в сенате и в палате представителей поэтому просто отрабатывает грубо говоря большинство как большинство хочет и все на что делать когда наш роскомнадзор 4000 обращений направил в твиттер они все остались без ответа и нет рычагов влияния нету рычагов влияния какие-то рычаги влияния значит есть как бы два момента создавать свою систему ну что китайцы допустим опять на все таки этот пример как позитивно уже но не так никто же не возражает это всегда позитивно иметь выбор правда и поскольку сейчас и свои платформы которые должны большим спросом конечно национальный сегмент ну просто я бы ничего не запрещал на самом деле запрещать ничего не следует потому что одна из причин по которой советский союз развалился это было вот жесткое ограничение доступа к информации вот значит если что-то неправильно так нужно значит говорить что это неправильно аргументировать ну то есть должна быть борьба такая идеи мнений да она должна быть добавить возможность для того чтобы чтобы была борьба и в этой борьбе должен побеждать сильно сильнейший а если мы считаем что мы правы и что у нас есть аргументы значит что мы там на стороне добра так скажем так но надо доказывать а не просто говорить а мы вас закроем ну вот цензура да к чему привела цензура в советском союзе сам издату к тому что там все слушали голос америки там прильнув там к этому самому к радиоприемнику и просто считали что там все правильно а вот то что у нас в газетах это неправильно ну и вот пожалуйста ну это не груша это основная причина но это сработало тоже вот поэтому да надо развивать свои платформы и надо значит если что-то не так на с этим бороться и доказывать что мы правы и все как-то так а рычагов до рычагов воздействия согласен сейчас просто все очень идеологизировано ну вот и поэтому конечно это неправильно то что происходит они просто превращаются в некой тоталитарную систему вот все эти вот корпорации в целом не только одной месте это они все вместе начинают значит превращаться в некую тоталитарную систему которая вот декларирует единственно верное учение как раньше мы декларировали учение единственно верное так они сейчас его декларирует вот некий либерализм такой условно опять же потому что тот либерализм который настоящий ну исторически он совсем не такой вот значит вот этот вот клон некий либерализма он провозглашается как единственно правильное учение и поэтому все остальное надо давить но мне кажется что как результат общество уже начинает требовать со стороны государств и международного сообщества определенных ответных мер да какие-то общие правила должны действовать действует для всех это мне кажется вот но станет катализатор может быть разработки международных норм ну да просто опять же как вот если будут какие-то международные нормы как заставить рычаги какие-то ответа как вы заставите twitter там подчиниться каким-то международным нормам очень получается что никак получается что значит единственная ситуация когда вот такой жесткий контроль происходит идеологически это развивать какие-то альтернативные системы ну по-другому я не вижу просто хочу вернуться к 90 вот вы сказали айкен 98 год создается сначала достаточно кустарно я вспоминаю рассказ про то что как сначала рос не рос тоже вел в общем-то первый реестр доменов в тетрадке тоже было достаточно кустарно какой момент пришли тратки я так немножко уточню сразу значит на самом деле в тетрадке велось велась реестр был в тетрадке раздачи айпи номеров вот то есть там как выдавались айпи номера они так вот в тетрадочке записывались кому сколько выдать вот что касается уже доменов то там все таки был там файлы какие уже программно аппарат и куда какие-то базы данных примитивные были сразу ну почти до достаточно быстро они были созданы потому что все таки систему надо было как-то автоматизировать выдача и пи номеров это понятно работа такая как сказать ручная каком смысле это не так часто происходит и это можно обрабатывать а домены регистрации доменов на начале конечно было немножко и поэтому там действительно просто файл что-то записывали вот а потом достаточно быстро образовался образовалась вот эта вот система ее кстати разработал первый вариант разработал насколько я помню архипов это из-за из элвиса был такой специалист вот ну и потом дальше уже другие люди продолжили это хорошее начинание когда уже все стало как так более-менее похоже на цифровую как сказать действительность вот поэтому да ну это вот именно было связано с тем что в начале вот эти такая ситуация что ну поток был не очень большой вот как только он стал нарастать а он стал довольно быстро нарастать как вот мы уже только что говорили в связи с ростом потребности вот в веб-сайтах и пошел рост и деньги появились какие-то естественно то что вначале это было действительно вот за счет того что сотрудники росни и росы просто выделяли какое-то время на выполнение вот этих функций задачи а когда это в зоновом режиме когда пошло это уже потоком серьезным то появилась материальная возможность как-то развить все это дело ну и соответственно уже появилась специализация то есть у нас появились группы которые конкретно уже этим занимались сто процентов времени там ну и все такое